всем привет спасибо вам за то что пишите комментарии очень интересно их читать и возникают мысли что приятно потому что мысли у нас у всех возникают все реже и реже в силу того что так все быстро меняется в разные стороны ты не успеваешь просто возникнуть мыслью на ту или иную тему по тому или иному поводу так много поводов что просто не успевает но вот читаю комментарии мысли возникают и мысли возникают о том что нужно выступать защитником некоторых вещей ну в частности некоторых пластинок некоторых музыкальных произведений нужно реабилитировать некоторые записи всем известных групп например группы gentle giant как-то принято считать что последние три альбома gentle giant плохие что это такое что значит плохие вот я читаю комментарии ни одного внятного объяснения я не нашел уж извините то есть плохие что за что это как это что как-то по музыке что-нибудь понять бы что это значит что фальшиво поют криво играют или что да даже если криво играют есть масса групп которые криво играют и играют вот такую музыку просто музыку который нет равных мне рассказал плохие я не знаю мне к сожалению нет пластинки giant for a day 1978 года до 3 этих альбома это что этот missing piece giant for a day и civilian missing piece это шикарный альбом который требует отдельного разбора отдельного ролика его безумно люблю он адски красив адски красив сложен утончен изыском и в то же время доходчив это очень хорошая пластинка я отдельно про не поговорю а вот пластинки giant for a day civilian тоже небольшая проблема потому что giant for a day у меня нет альбома у меня было на компакт диске много-много лет основную массу своих компакт дисков я ликвидировал поэтому пластинка меня нет но я кое-что помню про этот альбом и он мне очень нравится он просто не похож на все предыдущие альбомы gentle giant там нет того что называется полифонии нет контрапункта нет вот этих сложностей средневековых хотя немножко их там все-таки можно обнаружить это альбом состоящий из песен из очень хороших песен которые ложатся на ухо запоминаются и можно говорить они там попсовые не попсовые это абсолютно неважно абсолютно неважно потому что попса я буду употреблять этот термин в есть 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 музыка которая называется попса позорная это нет это не в ту сторону это просто но можем можем сказать да поп-пись популярные песни песни которые могут быть популярными песни которые можно напевать которые понятны и безумно красивы безумно красивы очень хорошее качество игры и записи и работы со звуком фантастическое просто от альбома к альбому все лучше и лучше и здесь такая тенденция прослеживается что музыканты они и так были в общем не последние прямо скажем с самого первого альбома мастера но мастерство растет 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 и вот эти мастера они приходят к кажущейся простоте но она только кажется про простотой чуть не сказал простатой простите за я парень искупчивая такие низкие вещи иногда позволяю себе так вот они при приходят к такой универсальной гармонии где можно показать и все свое мастерство и композиторское и аранжировочное и исполнительское и в то же время произведения становятся очень ясными очень понятными там например песня it's only goodbye я ее слушал в наушниках я помню ходил по городу и у меня в в плеере был компакт диска я it's only goodbye постоянно перематывал назад перещелкивал и она у меня крутилась не знаю там по пять по шесть раз подряд прекрасная песня с изумительной голосовой партии с чудесной гармонией просто клеймания где ставить так она хороша вот from the wise world from the wise первый номер с вокальной гармонией прекрасный многоголосье веселая бодрая жизнерадостная по музыке песня thank you очень хороший номер не знаю балладный не балладный как сказать ну просто 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 очень трогательная лирическая такая штука giant for a day единственная песня которую они играли на концертах из альбома giant for a day заглавная песня она бодрая живая сложная яркая и она чисто в духе gentle giant старых времен вообще пластинка очень хорошая и я не знаю почему она вызывает какое-то отторжение чтобы продались а попсели вот эти все слова они сюда совершенно не ложатся и я могу сказать что gentle giant в определенном смысле несчастны тем что их погубила их собственная репутация они создали себе такую репутацию культовой сложной группы который играет музыку не для всех а когда они заиграли музыку более-менее понятную у нас анекдот про карла про карла про дворника и карла маркса да когда дворник идет с бородой похожий на бороду карла маркса ему говорят что вы так похожи на карла маркса говорит что сбрейте бороду да а то как-то неприлично выглядит он говорит что бороду то сбрить можно а умеще то куда девать так вот джентл джайн да упростив внешне упростив своими пьесы сделали так чтобы люди их слушали но мастерство то никуда умищи то никуда не денешь поэтому все равно сложности там остались и замечательный на мой взгляд альбом цибилия восьмидесятого года вот этот вот я его очень люблю между прочим люблю его больше чем некоторые альбомы из так называемого золотого периода он не выстрел по одной единственной причине потому что те люди которые любили сложный культовый джентл джайн с музыкой не для всех они сразу отвернулись от этого от этой пластинки потому что группа заиграла тяжелый рок здесь откровенный тяжелый рок а любители откровенного тяжелого рока не приняли этот альбом потому что этот тяжелый рок слишком сложен при кажущейся простоте песен он слишком сложен потому что умеще то никуда не не делся и там начиная с первой песни с конвининс который кажется простой да но интервалы там переходы последовательность аккордов она настолько не характерна для привычного тяжелого рока что любители bad company там и foreigner и и и прочих rainbow они просто скажут что это вообще непонятное что-то когда эта музыка что-то не то вообще ну а любители пластинки оксапус например джентл джайн то есть корни но это вообще какой-то ракешник это вообще не джентл джайт они продались а попсели и так далее так далее так далее хотя замечательная песня к начинается с удивительных барабанов прямых жестких замечательно звучащих джефф эмерик записывал этот альбом который работал с beatles да вы помните по звуку это шедевральная пластинка и после вот этого барабанного вступления так вваливаются инструменты врываются орган гитара бас просто такая плотность звука невероятная которую мало кто вообще из вот этих вот играющих hard rock мало кому удавалось достигнуть такой плотности и в то же время все слышно все партии слышны на фоне прямой прямых гитарных нот в отлично читаемых весь органа такая сложная такая такая шизофреническая что конечно это отпугивало это вам не эмерсон лайкон палмер где все все понятно здесь какие-то чуть чудесные такие чудесные такие навороты конечно это все как-то сразу ломала кайф для любителей прямого тяжелика all through the night это просто не знаю слово хит крутится на языке гитарный риф который сразу идет в сознание и на этом гитарном рифе вся эта штука развивается очень хорошая голосовая линия очень понятная драматичная прямой казалось бы рок но он с таким свингом эта песня сыграна all through the night она так раскачивает так катится катится как примерно песня underground про подземку 1 на второй стороне но underground понятно там там и колеса стучат и и и пояс несется и понятно что про что это такое all through the night она сама по себе просто катится катится и записано изумительно с динамикой работа там в записи фантастическая и джефф эмерика музыканты там постарались в записи когда остается один гитарный риф он чуть-чуть выходит вперед и по громкости чуть-чуть идет такой 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 сдвиг просто прошибает круче чем все вот эти вот гитарные ричи blackmore и и все остальное хотя там достаточно простая история ну так она работает очень музыкально все прекрасная песня shadows on the street медленная торжественная и совершенно в духе старого gentle giant просто она потяжелее попрямее больше гитары гитара без средневековых чудес а играет рок играет рок музыку очень красиво если песня которая меня здесь немножко смущает это number one последняя на первой стороне она какая-то такая вроде рок-н-ролльная история в гитаре вроде не рок-н-ролльная какая-то она немножко сумбурная мне показалось хотя конечно это не так она очень очень точно сделано очень грамотно просто эти музыканты не могут делать просто какой-то хаос и сумбурный мне она показалась немножко какой-то скомканной но это может быть я ее просто еще за 30 лет прослушивания еще не раз слушал не знаю про underground я уже говорил что это несущаяся просто несущаяся история вслед за поездом который сквозь тьму подземелья несется стучат колеса гитара сзади играет чудесные какие-то построения орган тоже какие-то безумные штуки все это вместе в плотном таком уроке как как такой локомотив очень здорово очень здорово арома камера не хочется употреблять термин термин арт-рок но тут никуда без него не денешься просто чтобы было понятно очень здорово спета очень здорово придумано меняется структура меняется гармония рефрен вылетает наверх аэма камера когда идет вокальная история вот это очень просто настолько чисто спета настолько чисто и по-мужски как я уже и говорил мужицкая группа все-таки при всех при всей утонченности своей группа мужицкая жесткая в вокале в инструментах барабаны здесь просто на на всем альбоме впереди очень здорово очень хорошая песня и мы камер inside out это просто красота неземная просто красота неземная и я не понимаю людей которые считают этот альбом каким-то каким-то предательством это все то же самое все то же самое просто люди решили да если джайн фурады и он в принципе можно сказать что в мягкий и лирический там много акустической гитары в песне friends например там замечательная акустика мягкая и он такой балладный небалладный но он и даже не скажешь он прозрачный он просто мягкий то этот альбом просто жесткий и нельзя никогда отказывать музыкантам в том что они решили вдруг заиграть жесткую рок-музыку почему мы должны в чем-то обвинять еще в чем отказывать им в этом удовольствии они же нам ничего не должны они играют то что хотят и записывают так как хотят это есть искусство ну и последняя песня its not imagination она тоже мне не очень нравится так же как и последняя песня на первой стороне вот это нам был вам но на вкус и цвет что называется товарищей нет и я никогда не скажу что джентльзайд мне не у меня не угодили этими двумя песнями просто они не резонирует с моим я или с моим эго если хотите даже можно и так я могу и и и позволить себе и так сказать в общем я не знаю друзья мои это очень хорошая пластинка и если бы группа не называлась джентль джайант этот альбом бы все любили вот что я могу сказать еще раз повторю что репутация джентль джайант сработала против них группа по другим названием этот альбом выбила бы в топ просто куда-нибудь там верхней позиции и мы бы слушали его с удовольствием никто бы его не ругал я и так его слушаю с удовольствием никогда его не ругал но его бы любили сотни тысяч людей если бы у группы было другое название а джентль ну конечно это уже не то это то это именно то я пошел пить пока